Традиционно проводимые в системе Министерства обороны военно-спортивные соревнования и конкурсы нацелены на повышение профессионального мастерства военнослужащих национальной армии. На горном полигоне «Фориш» выявили победителей двух конкурсов – «Храбрый воин» и «Последовательница Тумарис». Самые интересные моменты в репортаже Лолы Ракаевой. С мотивацией на профессионализм. Два военно-спортивных мероприятия – «Храбрый воин» и «Последовательница Тумарис». Одна локация – горный полигон «Фориш» Центрального военного округа. Сложные этапы конкурсов, непростая конкуренция, только прибавляют желание участвовать в столь престижных армейских соревнованиях. Накал страстей прямо пропорционален количеству участников. Чтобы называться «Храбрым воином», необходимо было пройти три этапа интенсивных испытаний, включавших свыше 30 непростых заданий, которые оказались по плечу кандидатам на получение нагрудного знака отличия. Военнослужащие выполнили сложные для нас, популярные для них упражнения. Пересечение полосы препятствий. Поражение мишеней из огнестрельного оружия. Метание ножей. Марш-бросок на 30 километров с полной боевой выкладкой до 30 килограммов, что требовало максимума силы воли и силы физической. В ряду победителей старший лейтенант Абдрашид Рахмонов говорит, что боевой дух помог преодолеть все испытания. Важно было выполнить все задания безукоризненно точно и уложиться по времени. При этом подчеркивает о безграничной готовности к защите рубежей Родины. По итогам 10 соревновательных дней торжественное награждение достойных. Среди достойных на этот раз девушки – последовательница Тумарис. Быстрее ветра. Сильнее своего характера. Их нежные руки могут быть и такими крепкими, чтобы подняться по веревке. И с одного только взгляда могут поразить мишени метким выстрелом. Вот уж точно слабым полом эту прекрасную половину никак не назовешь. Все испытания им по плечу, ведь они в армии. По их словам, их внутренний мир и моральный дух помогают преодолеть все испытания, если на кону защита Родины. Ведь в их жилах течет кровь великих предков. Родина начинается с семьи. И тот, кто способен хранить семейный очаг, быть верным и преданным семейным узом, тот справится и со служебным долгом. В этих соревнованиях участвовало 9 команд. Все показали хорошие результаты, установили рекорды. Я установила рекорд в эстафете на 400 метров и в биатлоне 1500 метров с препятствиями. И вся команда поддерживала нас. Именно с таким расчетом в системе Министерства обороны проводятся подобные мероприятия, в которых и не изменен главный мотив – любовь к Родине.